Вот этот дом, который стоит показать всем гостям Рязани на самом деле, потому что это как раз и есть дом, в котором Солженицын прожил 9 лет. Тогда это был деревянный барак, его недавно отремонтировали. Он долгое время был в совершенно убогом состоянии, но вот недавно он был отремонтирован, его привели на довольно божеский вид, поставили окна красивые, все сделали. Сейчас он выглядит очень красиво, но если посмотреть на фотографиях, когда тут жил Солженицын, то он, конечно, выглядел несколько попроще. Вот есть мемориальная табличка, которая рассказывает о том, что вот тут прям жил Нобелевский лауреат, а жил он вот там, ровно под этой табличкой, вот те два окна, это как раз есть квартира номер 3, в которой жил Солженицын. Сейчас тут жилой дом, живут другие люди, никакого музея здесь, разумеется, нет, это просто обычный жилой дом. Но, тем не менее, вот именно здесь был написан один день Ивана Генисовича, здесь же был написан в круге первом, здесь же затевался архипулах Булах, то есть в какой-то мере, можно сказать, дом сплошной антисоветчины, зарождавшийся здесь. Но здесь же к нему пришло признание, именно из-за этого дома он ездил к Твардовскому, который его всячески продвигал. То есть дом такой, можно сказать, знаковый в карьере Солженицына, потому что все свои самые, я считаю, хорошие книги он написал именно здесь, именно в этой квартире, именно где Хокон. Кстати, если тут пойти сейчас во двор, то там можно найти один интересный момент. Сейчас мы туда пройдем, заодно посмотрим этот двор, в котором тут живут люди. Как я уже рассказывал, но тут есть интересное место, яблоня, от которой работал Солженицын. Там даже табличка до сих пор висит, яблоня старая, пожилая, никто, разумеется, за этим особо не смотрит, но тем не менее табличка такая есть. Уж та ли это яблоня или не та, но есть фотография, где у него стоит столик под яблоней, и он там пишет рассказ, считается, что как раз один день Ивана Генисовича. Ну, собственно, вот эта яблоня, вот эта табличка. Тут вот такое все состояние не очень хорошее, но табличка есть, вот, можно ее увидеть. А вот так выглядит дом со двора. Как видите, люди себе здесь, конечно, поставили кондиционеры, то есть это обычный жилой дом, который недавно отремонтировали, как я уже говорю, привели в хорошее состояние, за что, конечно, надо сказать спасибо, потому что до этого он был совершенно в плохом виде. Вот это и есть дом, в котором Солженицын прожил 9 лет. Продолжение следует...